всем огромный привет любителям готовить дома экспериментов на кухне сегодня к вам с итальянскими мотивами осень продолжаем тему овощей и конечно же готовим брускетту а что мы делаем как мы делаем смотрите видео нам понадобится кабачок у меня два баклажана перчик желтый красный 1 луковица шампиньоны морковка и кукуруза количество берите на свое усмотрение не принципиально как всегда важно поехали готовить процесс приготовления начну с того что эти все овощи я почищу и начну их нарезать на полосочки кабачок очищаю от кожицы у баклажанчика просто убираю плодоножку и попку у перчика естественно серединку с семечками беру емкость куда будут складывать нарезанные овощи и начинаю их нарезать на полосочки не толстые не тонкие примерно вот такие теперь очередь кабачка тоже его будем нарезать на полосочки теперь баклажанчик таким же способом 2 хочу сказать что у меня достаточно большое количество относительно овощей для брускетты это будет и многовато я делаю так специально чтобы овощи остались и можно их было использовать в качестве гарнира если же вы конечно будете готовить только для брускетты тогда берите в два раза меньше в общем все зависит от вашего желания и теперь грибочки шампиньоны уже нарезаем просто теперь луковицу нарезают полукольцами теперь морковь теперь сковородку ставлю на огонь в которой буду обжаривать наши овощи это высыпаю все вот сюда вот еще грибок остался один так и дорежу и здесь это все перемешиваю вот таким образом прям на поверхности на столешнице вот так о какая красота радуга добавляю в сковородку масло растительного и обжариваю ай-яй-яй мы забыли о царице полей поэтому еще сюда добавляю кукурузку просто зернышки вот так вот здесь надо срезать отрезаю вот так перемешивая вот добавляем масло проблем еще овощи начнут обжариваться и дадут сок но я все равно добавлю буквально чуть-чуть водички лучше чем полстакана овощи уже слегка притомились сейчас мы будем уже конечно же их солить по вкусу добавлять специи по вкусу у меня паприка копченая добавляем паприку чеснок сухой немножечко добавляю черный перчик вы опять же по своему вкусу и орегано хорошо и смесь трав к овощам подходит и сейчас уже можно включать духовой шкаф вверх вниз 220 230 градусов потом покажу для чего и поскольку у нас брускета какая же брускета без чиабатты поэтому кусочек чиабатты я сейчас вот так вот разрежу поперек но если чиабатты у вас нет нужно взять конечно же и багет тоже очень хорошо будет так эти кусочки еще пополам перекладываем чиабатты на противень высланы пергаментом и сейчас эти кусочки немножечко полью оливковым маслом вот так вот немножечко вилочкой мякиш придавлю и когда духовка разогреется отправлю чиабатту чтобы она подрумянилась слегка на минут 10 овощи готовы я выключаю пока они нам не понадобятся пока чиабатта запекается в духовке овощи естественно мы уже выключили я возьму кусочек моцареллы и на натру на крупной терке если нет моцареллы можете взять любой другой твердый сыр еще нам понадобится томатная паста в данном случае у меня томатная паста вы можете взять кетчуп но я ее немножко так сдоблю перчиком посолю и будет как кетчуп пару столовых ложечек сюда добавлю соль и перца буквально щепоточку сахара и все перемешать уксус добавлять кетчуп конечно взяли вот чиабатта подрумянилась я ее достала из духовки теперь я ее смазываю соусом томатным немножечко уже аромат стоит даже от жареной чиабатты вот так теперь сверху овощи вот так аккуратненько выкладывая ничего страшного если разваливается просто вообще берите больше кусочки тогда конечно же получается лучше ну ничего мы же для себя готовим не на выставку чай не на презентацию для кого-то для себя вкусненько по-богатому так а теперь конечно же сверху сырок обильно так вот так а если есть сыр пармиджано-риджано то вы вообще почти в италии как же я это люблю все и в духовку чтобы сыр расплавился смотрите еще сказал осталось сколько овощей то есть у меня к вечеру будет и гарнир или можно еще приготовить брускетту или просто завтра поставить холодильники холодными их съесть поэтому великолепный вариант ну вот достала из духового шкафа долго не держите сыр вот буквально чуть-чуть поплыл и все доставать не надо чтобы он запекся прямо до коричневой корки но сейчас засервирую ну и последний штрих немножечко базилика правда у меня слегка как бы подъел но тем не менее пробую 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 ой как хрустит чайбатка а сырок здесь это вам не передать боже какой аромат ну что сказать это очень вкусно если ваши домашние не оценят смело выгоняйте их из дома шучу конечно готовьте с удовольствием это очень вкусно полезно по итальянски даже по нашему можно сказать замените чайбату на багет или на батон и тоже получится великолепно заглядывайте на мой канал ставьте пожалуйста лайк если вам видео понравилось делитесь им всего вам самого хорошего